приветствую вас дорогие друзья пятница 4 августа уже августа время летит незаметно причем с усиленной скоростью и я не знаю в какой сюжет войдет это видео но хочу поделиться с вами несколькими новостями во-первых дочь попросила не снимать но я пока вот так вот и и сниму я думал она ругаться не будет у нас там костер у нас будут сегодня шашлыки и надеюсь звездное звездное небо над головой в общем сегодня мы отдыхаем по полной что называется по полной сегодня мы сделали два больших делом наконец-то сбылась еще одна моя мечта мы с анечкой купили колонку музыкальную очень хорошую я не буду делать рекламу этой колонки потому что купили за кровно заработанные фирма называется фейера эмоушен вот так вот в общем она мощная 160 ватт мужей все и испробовали я даже ходила на улицу слушать ну так чтобы было комфортно и нам и соседям сделали нормальный звук в общем сегодня балдеем и еще хочу рассказать вам еще об одной новости пока мы искали колонку в наших магазинах электронной техники в чаплыгине в трех местах смотрели остановились на магазине днс и купили ее там я ее называю манюня но она стоит этих денег которые я за нее заплатила и пока мы ее искали мы нашли еще одного котенка я же говорила что будет еще случай чтобы спасти еще одну кошачью душу видимо сегодня этот случай произошел потому что по пути в один из электронных магазинов в общем на остановке лежало это чудо в общем если честно я испугалась думала что котенок неживой казалось это кошечка жива по пути был магнит мы купили еду и воду и вы представляете этой кошечке не столько была нужна еда как вода она просто лакала ее не отрываясь у нее видимо пошло обезвоживание в общем мы ее в охапку и поехали к наде в клинику вернее пошли к наде в клинику друзья я не знаю какие дифирамбы какие слова подобрать для нашего доктора вед доктора ветеринарного доктора в общем она ее посмотрела котенок очень маленький сейчас я вам ее конечно же покажу назвали мы ее каркуша потому что у нее странное мяуканье она не мяукает она как будто каркает может быть там проблема какая-то с горлом может быть у нее еще какая-то инфекция это покажет время вот но надя ее осмотрела во первых у кошечки лишай на ухе жить она у нас будет пока в сарае потому что как вы понимаете у меня пять здоровых котов в доме и я не могу позволить ну как бы чтобы мои коты заболели естественно вот но она по моему и этому рада короче надя ее обработала от блох специальный спрей этот спрей также от клещей ушных от глистов уколола ей прививку от лишая и еще какой-то укол все это было ну так скажем на эмоциях я не знаю что это был за укол может какой-то поддерживающий дала пеленку мы завернули эту кошечку в пеленку и поехали в магазин вернее пошли в магазин нам же нужна была колонка мужа то что хотели мы не сделали и с этой кошечкой пошли в магазин короче там в магазине я еще познакомилась мужчина который заходил в этот магазин короче кошечка меня все обделала простите меня даже от пеленки я одела красивый сарафан льняной такой рыжего цвета красивый сарафан как-нибудь вам его покажу ну кстати был обзор на этот сарафан это ивановский текстиль вот и мужчина увидел все это говорит что ей плохо я говорю да и плохо и походу мне тоже плохо в общем то вода которая осталась у нас когда мы ее поили они все меня вот так вот ну кое-как стряхнули вот это все они пошла в магазин я уже была в этом магазине и видела эту колонку я говорю короче я стою здесь потому что в таком виде с котом еще вся вот такая вот обделан я говорю я стою здесь вся мокрая ты иди выбираю вот где карточка оплатишь вот ну и я стояла на улице и подошел мужчина и говорит что котенку плохо я говорю ну вот подобрали вот так и так он говорит надя наша ей наверное при жизни нужно ставить памятник она короче спасала собаку у этого мужчины и тоже практически ничего не взяла короче муще у мужчины хозяйство было я не спросила как его зовут в общем он ей там все что у него все чем он мог от благодарить так я поняла балык там сало или еще что-то но в общем натур продукт в виде благодарности он так отблагодарил надю вот ну и когда она все это проделала с этой кошечкой и говорю он возьми пока котенка я с надей расплачусь но я сказала прежде что мы нашли ее на остановке она в принципе видела что это кошечка но бездомная и она не взяла с меня друзья ни копейки представляете два укола вернее одна прививка укол от клещей от блох от глистов обработка вот этим спреем и сказала ничего не взяла ни копейки я говорю давайте я вам хоть огурцов принесу говорит какие огурцы у меня трое детей мне некогда с ними возиться короче я приняла решение что я привезу и огурцы в банках уже готовые ядреные с горчицей ну может быть еще что-то посмотрю что там у меня есть погребе вот и в следующий раз мы поедем к нанес этой кошечка нас к приезжайте через десять дней то есть 14 числа я поеду с этой каркуши с нашей подопечной уже к надя и у него первых понос но может быть понос от этих уколов от глистов я не знаю может быть это побочные явления может быть еще какая-то инфекция но кошечка уже ожила сейчас я вам ее покажу и вы знаете такое тепло на душе что все хорошо и колонку мы купили просто бомбическая там такие хорошие басы ну в общем наслаждаемся жизнью но большее наслаждение получаем от того что мы спасли еще одну кошачью душу и это не только я а и вы которые принимали участие в поддержке в помощи бездомным животным понятное дело что я буду покупать корм для нее может быть потребуется какое-то лечение я буду ее пристраивать кстати кому нужен защитник в доме ведь черный кот тем более кошка это вообще лечебные коты и это защита вашего дома и может быть я боюсь это слово произносить лёша говорит но это наша кошка она у нас останется я конечно попытаюсь ее пристроить но может быть это знак после последних событий о которых я вам не рассказывала может быть вообще не расскажу но вы понимаете что видеокамеры я поставила не просто так и может быть наш дом нуждается еще дополнительной защите и может быть эта кошечка это тоже какой-то знак считайте меня какой-то сумасшедший я не знаю как хотите считайте но так случилось и я вам рассказываю об этом и сейчас покажу это черное чудо которое уже ожила она спала наверное после этих уколов она спала наверное часа три точно она не понимала в какой нирване она находится почему ее никто не кусает в общем принимайте на свой суд каркушу вот посмотрите на это чудо вот она наша красавица до каркуша вот она вас приветствует она перебирает лапками она такая ласковая ее к ней дотрагиваешься она начинает мурчать я кстати уловила момент конечно кошка не была приучена к лотку вот здесь поставила лоток и уловила момент когда она захотела в туалет и начала вот здесь рыться вот здесь в этой подстилке я ее посадила сюда и она все здесь сделала в общем она себя уже обслуживает она уже умывается вылизывается вот такая вот каркуша 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 вот такая у нас девочка конечно вот эту коробку здесь у нее все сейчас в ее квартире есть все и в общем диван и туалет и вот столовая у нее здесь водичка да у нее квартира студия не вот смеется вот она наша красавица вот она наша девочка вот у нее лишай на ушки вот он ну я думаю что мы это с этим справимся я уверена что мы с этим справимся потому что с нашим ветврачом от бога такая как надя я думаю что девочка будет жить девочка найдет может быть свою семью свой дом и будет его охранять повторюсь что черные коты это вообще защита вашего дома и и коты которые ну так скажем доктора до лечебная к ты сколько я видео смотрела именно про черных котов и черные коты самые самые умные ну в общем вот такая наша красавица ну а у нас здесь прогорает мангал сейчас будем уже доставать мяско еще чуть-чуть осталось совсем чуть-чуть я думаю дров хватит кстати очень хороший урожай лука у меня уже сохнет здесь вот под этой сеткой потому что на солнце боюсь попечется сейчас у нас целую неделю будет стоять 30 32 градуса я накрыла сеткой лук сейчас вот так немножко приоткрою чтобы вы видели какой у меня лучок вот такой вот крупненький хорошенький выкопала я его где-то но дней пять назад точно и он здесь вот у меня сохнет вот такую подстилку сделала видите дверь вот эта деревянная пригодила здесь и металлические листы в общем очень удобно в плане того что я его не переношу в сарай вот там у меня лежит полиэтилен которым я накрываю его на ночь лели дожди и полиэтилен этот спасал но одним вот такой сеткой затеняющий накрываю чтобы он не очень на солнце не горел нужно дождаться когда высохнет вот это не знаю как правильно по-русски ну вот бодылка что ли вот уже вот здесь вот и отсохла на круче вот это вот сука пуповина что-либо рукава не знаю как ее назвать но в общем она должна высохнуть лучок оденется и будет готова уже для хранения в зиму вот ну а у нас здесь прогорает мангал вот она наша эта колонка манюня как я ее называю но это манюня я хочу сказать вам совсем не манюня я не могу сейчас включить музыку на всю но если только найти ютубовскую какую-нибудь музыку но она очень хороша здесь нет никаких наворотов здесь нет к сожалению микрофона радио fm но здесь есть хорошая регулировка басов вот это важно для меня было чтобы звук был качественные хорошие басы хороший чистый звук и в общем мы довольны покупкой вот сейчас анечка включит подсветку но подсветка будет то есть здесь еще есть цвета музыка ночью будет это красиво я надеюсь что я ночью включу камеру и покажу вам как это выглядит ночью ну в общем у нас сегодня релакс у нас день прошел очень плодотворно еще будет впереди мангал кошачья душа спасена так что друзья обращаюсь к вам конечно не сейчас после лечения когда мы все вылечим нашей каркуши когда она немножко окрепнет кому нужна дополнительная защита дома обращайтесь я думаю что это кошечка будет вашим талисманом ну а мы продолжаем отдыхать и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, накопала картошку. Вот показываю вам. Вот это один куст картошки. Я вообще очень-очень удивлена, потому что в этом году картошка, во-первых, очень долго всходила. Потом всходила как-то местами, не вся всходила. Я думала, что мы в этом году вообще будем без картошки. Но нет. Посмотрите, какая крупненькая, прям очень хорошая. Я даже... Сколько здесь штук? Штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, штук 15, наверное. Ну, 13 точно. И причем кустик был, ботва, ну, такая. Я бы не сказала, что там толстая, хорошая. Я выкопала, чтобы мне более-менее удобно было ходить к помидорам. Потому что там заросла дорожка. Думаю, освобожу немножко. И кустик был такой себе, не ахти. Ну, вот, посмотрите, какая хорошая картошка. И что еще хочу сказать, что вот это средство, я обрабатывала средством Престиж. И оно от проволочника. Ни одной вот этой вот норы в картошке проволочника. Хотя в этом месте в том году практически вся картошка была поедена проволочником. Так что средства рабочие. И проволочника нет, и жука колорадского ни одного не было. Вот, обработала один раз при посадке, и все. На следующий год тоже так же буду обрабатывать средством Престиж. Дороговато, конечно, но оно того стоит. Засолка огурцов теперь у меня происходит вот так, в ведре. Потому что я замучилась уже собирать огурцы. Каждый день ведро огурцов. Сейчас опять сходила, собрала целое ведро. В общем, все это сгрузила в такой мешок. Опущу в погреб. Хочу немножко отдохнуть. Каждый день у меня засолка огурчиков. То есть, одни солятся, другие на подходе. И вот каждый день я консервирую огурчики. Очень-очень урожайный год на огурцы. А здесь у меня, друзья, пирог. Я жду Лешика. Здесь домашний творог сделала. Очень вкусное тесто. И использовала замороженную клубнику. Просто объеденье. Я постараюсь не забыть оставить ссылочку на этот рецепт на ютубе. Попробуйте, друзья. Можно использовать разную ягоду. Там девушка готовила с вишней. Можно и вишню, и ежевику, и малину, и клюкву даже. В общем, все, что вы любите и все, что у вас есть. Вот так вот он на разрезе смотрится. Я вот уже не дождалась Лешика. Съела два кусочка. Очень-очень вкусно. Ну, а это остатки замороженной клубники. Здесь уже, конечно, как Лешик говорит, тюрлюлю. Вся она уже оттаяла. Сейчас добавлю сахар. У меня есть мороженое. И устрою себе праздник живота. Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня уже 6 августа. Я в предыдущем сюжете уже с вами попрощалась. Но, честно говоря, побоялась выкладывать видео. Потому что состояние нашего котенка, черной девочки, назвали мы ее Каркуша, ухудшилось. И я уже стала была монтировать видео. А потом подумала, а вдруг что-то случится непоправимое. А видео выйдет, где я так рада, что мы ее спасли. В общем, об этом слишком рано моя радость была. И я решила подождать денечек-другой. Посмотреть за состоянием кошечки. И потом уже, когда, так скажем, буду уверена, что она будет жить, сниму это видео. Но на данный момент, даже сейчас, я не уверена. Короче, все это произошло 4 августа. И, получается, 5 и 6, почти двое суток, девочка наша практически не ела. Ей, конечно, стало легче сразу после уколов. Блох потравили, глисты стали подыхать в ней. В общем, сразу вроде бы так, как полегче стало. А потом состояние ухудшилось. У нее, ну, в общем, ее рвало. Она редко пила воду. Иногда даже я ее насильно со шприца вливала. И все тут же выходило из нее. Короче, я испугалась. И очень пожалела, что я не поехала вчера к Наде. И сегодня я сделала это утром. В 10 утра мы уже были с ней у Наде. У этого доктора от Бога, как я говорю. И, в общем, сделали, сделала Наде укол от вируса. Конечно, мы не знаем, какой вирус. Ну, наверное, укол широкого спектра, я так думаю. И уколчик для питания. Для организма, так скажем, чтобы, поскольку она не ела, чтобы организм не погиб. Вот такой корм был. Это очень для слабых котов, когда у нас Пуся чумкой болела и не кушала. Мы покупали вот такое вот в пакетиках. Здесь очень-очень жидкий корм. Очень жидкий, прям, ну, со шприцем, если давать. Вот. Ви-и-и, или как-то так. Короче, дала я вчера это нашей Каргуши. И она тут же все это вырвала. И вот тогда я подумала, что срочно нужно ехать опять к Наде. Так что, вот, кто не знает, еще есть вот такой корм. Но сразу хочу сказать, это еще покупалось в Москве. И стоило недешево. Дешево, по-моему, вот это вот то ли 600 рублей, то ли 1200. Я не помню, друзья. Но недешево. Вот как-то набрался сил. Есть специальные уколы питания. Вот два уколчика. Но Надя спросила, ну что, сами будете колоть? Я была, согласилась, думаю, в холку. Она говорит, да. Но когда я увидела, как кошечка вырывалась, как она кричала, потому что Надя сказала, уколы очень болючие. Я поняла, что я их колоть не смогу. И буду ездить к ней сколько нужно. Каждый день буду с нашей девочкой ездить. Ну а сейчас я выйду на улицу. Каргуша живет у нас в сарае. Сами понимаете, у нас 5 здоровых кошек и котов. Я не могу ее взять в дом. Тем более у нее, кроме вируса, еще и лишай. В общем, там целый букет. Поэтому она живет в сарае, когда она окрепнет. Когда полностью пройдет лечение от лишая и от вируса. Ну, в общем, когда будет здоровая кошечка. Я постараюсь ее пристроить в хорошие руки. Ну а сейчас давайте пройдем. У нас жара неимоверная. Уже стоит, наверное, третий или четвертый день. Плюс 34 в тени. Здесь у нас вот такая любовь. Мамочка умывает дочечку. Дочечка умывает мамочку. А там вот под покрывалом любит так залезать Монька. Скорее всего, сидит. Холодно ему. Видимо, кондиционер работает. Ну, на 24 я поставила. Не знаю, мне нормально. Но вот Моня, наверное, замерз, спрятался. Вот. А здесь наша парочка. Вот такая милота. Давайте немножко полюбуемся на это. Я знаю, что вам нравятся такие кадры. Да, шпулиндра? Шпулька. Ой, ой, любовь. Какая любовь. А я поставила там зонтик. В общем, там лежит наша каркуша. То на землю выберется, то там подстилочку я ей положила, старую простынь. Ну, в общем, она сейчас там находится. Вон она, наша девочка. Видите, лежит старая простынь. Она то на ней лежит, то вот прям на землю ложится. Может быть, земля прохладнее. А может быть, силы дает земля, и поэтому кошка интуитивно чувствует. Каркушечка. Почему мы назвали ее каркуша? Потому что у нее было не мяуканье, а как будто карканье. Вот как будто осипший голос. А сегодня она запищала тоненьким голоском. Был такой противный каркающий голос изначально, когда мы ее нашли. Но сегодня почему-то прорезался прям писк. Да, моя девочка? Каркушечка. Каркуша. Тетям тивось, пись. Тебе полегче должно быть. Вышла я сегодня на улицу с ней ехать. Вызвала такси. Ой, ты моя маленькая. Что-то у нас плохо стало ходить такси. Очень большое время ожидания. Короче, вышла я. 15 минут нет, 20 нет. Звоню повторно узнать, когда же приедет машина. А мне говорят, что впереди вас еще по 40 минут люди ждут. Короче, не скоро. Ну вот, отвезла меня соседка Леночка. Это вот соседи, которым мы вместе с вами спасали Тимошку. Вот видите, как добро возвращается. В общем, она меня отвезла в клинику. Там подождала. И привезла назад к громаднейшей. Ей благодарю. С Тимошкой все хорошо. Так что, вот такие у нас, друзья, новости. Я думаю, что все у нас будет хорошо. У меня садится батарея. Иду монтировать видео. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. До новых новостей. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok